Зал закроют, тренерский штаб распустят. В факеле базируются теннисисты, настольный теннис. Борцы – это все наши, наша спортивная школа. Что станет со спортзалом «Факел»? Яма на яме. 10 сантиметров. Каковы перспективы дороги на Чебинской? Рабочему поселку 40 лет. Сначала выровняли площадь, потом начали потихоньку возводить остальные все строительные объекты. Как начинались Камские поляны? Этой реликвии 150 лет. Вторая книга – это законучительный псалтырь. Этой книге учили в церковной школе. В Крященский храм привезли книги, написанные при императоре Александре III. Четвероногие в опасности. Они здесь мусорят, разбивают бутылки, что очень опасно как для собак, как для людей. Площадка для выгула собак в плачевном состоянии. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Спортзал «Факел» переделают в выставочный зал. Так говорят нижнекамцы. Они уверены, зал закроют и детям негде будет заниматься. Какая судьба ждет спортзал, выяснял наш корреспондент. В «Факеле» базируется теннисистый настольный теннис. Борцы – это все наши, наша спортивная школа, то есть наш клуб. Поэтому, естественно, вся ситуация, которая сейчас происходит, это все за дело. Тренер по легкой атлетике Майя Носова обеспокоена тем, что вскоре спортзал «Факел» переделают под выставочный зал. Спортсменам, что там занимаются, придется искать другое место. Либо ютиться рядом с галереями картин. Это абсолютно неуместная затея. Правильно, когда я начала вообще вот эту всю ситуацию рассказывать в ВКонтакте, в новостях разных, что ситуация заключается в том, что у нас действительно очень много свободных мест. Почему их нельзя взять в эксплуатацию или использовать культурно? Давайте борцы будут бороться, а картины будут рисовать рядом. Это до смешного доходит. Вдвойне обидно тренеру, что воспитанники «Факела» всегда достойно показывали себя на российских и международных соревнованиях. А теперь им создают неудобства. Сейчас в спорткомплексе занимается 400 детей. В Нижнекамской мэрии говорят, что спортзал не закроют. Здесь запланирован ремонт, после которого появится многофункциональный зал. Будут проводить спортивные занятия, культурные мероприятия, лекции, танцы и всевозможные сборы. В администрации города нам ответили, что люди неправильно поняли, как будет использоваться спортзал. Найдется место всем – и спортсменам, и выставкам. Задача стоит такая, чтобы этот зал функционировал постоянно. И когда нам говорят, что там будет галерея, и после этого говорим, что это будет многофункционально, для нас кажется, что это все будет одновременно. Здесь и картины, здесь и борцы в трикошках, тут и теннисисты, тут мужчины пошли в баню, здесь женщины пришли на косметику. Такого не может быть изначально. Естественно, это все будет под расписанием, под чутким руководством, когда можно и зачем можно. То есть детей, тренеров из спортивного зала никто не будет выгонять. «Файкл» станет единым комплексом с Домом народного творчества. Появится дополнительный вход в фойе через ДНТ. Запланирован ремонт. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР. Отдел общественных перевозок и транспорта планирует изменить схему движения автобусного маршрута номер 10. По просьбе нижнеканцев, дополнительно его хотят пустить по проспекту Шинников. Согласно новой схеме движения, автобус будет следовать после остановки 11 микрорайон в сторону проспекта Шинников, заезжая на остановки, городской суд, телевышка, семейная, парковая, Бакер-Манче и дальше снова выйдет на привычный маршрут. Конечно, все равно автобус должен быть. Чем лучше, тем лучше, тем лучше. В всяком случае. Тут многие ходят, это центральный парк. Многие приезжают, хотят погулять. Мне кажется, нужно. Здесь живут люди пешком. Я бы на автобусе, например, приехала, и пешком пришла. В нашей группе во ВКонтакте мы запустили опросы, где предлагаем нашим подписчикам ответить на вопрос, устраивает ли их работа общественного транспорта. 32% опрошенных не пользуются автобусом. 24% недовольны маршрутами и считают, что с появлением новых автобусов транспорт не стал ходить лучше. Его все равно приходится ждать. Но 20% опрошенных все же устраивает то, как сейчас курсируют городские автобусы. Яма на яме – речь о Чебинской. Сегодня туда выехали сотрудники прокуратуры, ГИБДД и дирекции единого заказчика. Для чего, знает наш корреспондент Александр Халин. 10 сантиметров. Это в глубину, а в ширину яма почти 3 метра. Таких выбоин на дороге по улице Чебинской огромное количество, наиболее глубокие и опасные, сегодня замерили и осмотрели сотрудники ГИБДД и прокуратуры. И местные жители, и специалисты уже давно обращают внимание на эту дорогу. Решающей стала прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Тогда, во время обсуждения вопроса о ремонте дорог, был показан именно этот участок. В кадре фотография была всего лишь несколько секунд, но этого оказалось достаточно для того, чтобы вопрос сдвинулся с мертвой точки. По данному факту в адрес руководителей исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования данный участок автодороги включен в план дорожных работ на 2022 год. На сегодняшний день первоначальный этап выполнения ремонтных работ на данном участке автодороги запланирован на вторую половину августа 2022 года. Новость для местных автолюбителей радостная. Как говорит водитель Алексей Туманов, сейчас это не дорога, а 630 метров более. Ремонта здесь не было больше 20 лет. Здесь даже заплатки не делали, понимаете? И то, что там, ну, как бы вот так. Ложка дегтя в этой бочке меда капитального ремонта на улице Чебинской не будет. Где первоначально будет метод на фрезерование, снятие изношенного части асфальтобетонного покрытия с последующим ремонтом и заделкой наиболее деформированных участков дороги. Вопрос окончательный. Это, конечно, не решит. Максимуму удастся немного снизить градус напряженности. Средства на проведение ремонта уже выделены так, что сомнений в том, что техника здесь появится, уже нет. Александр Халин, Максим Липин. Новости НТР. Единственный выживший после отравления в канализации в Кейнулах сейчас находится под ИВЛ в Казанской больнице. Напомним, что рагедия произошла во вторник. Тогда от паров сероводорода погибли три человека. О состоянии больного рассказала главный токсиколог республики Альяна Сибулина. Это отравление считается одним из самых тяжелых. Достаточно трех-четырех вдохов в закрытом помещении, в данном случае в коммунистационной шахте, для того, чтобы произошло аноксическое полностью отсутствие кислорода, поражение мозга и, к сожалению, летальный исход. На данный момент состояние с положительной динамикой, стабильное тяжелое состояние, лечение проводится, и дополнительные диагностические мероприятия также у пациента запланированы и в ближайшее время пройдут. Нижнекамские поисковики подняли останки семерых бойцов. Сейчас они ведут раскопки в Карелии в Суаярском плацдарме. О ходе раскопок расскажет наш корреспондент Александр Комаров. Он находится на месте событий. 0,2-0,7. Получается, что семь бойцов мы уже подняли вот из этой ямы, которую нашли. По высоте где-то 2 метра она вышла. Если по валенкам смотреть, то еще человек 15 там есть. Вот так вот на баннер выкладываем. Это пока личные вещи пошли. Обрывки шинелей. Патрончик. Вот. Это вот обрывки шинелей. Получается, вот так вот перебираем кости от шинелей отрывая. Вот такие перчатки вязаные есть. Вот такие. Валенки. Валенки вот так разрезаем. Получается, там еще носки. В носках уже там пяточные кости. Пальцы. Вот это личные вещи. Часть личных вещей. Газетка. Такая есть. Это компас. Вскроем, посмотрим. Вот снова валенки. Этот валенок интересно. Обрезанный. Все. Все в валенках, все в шинелях. Вот так работаем. Работать еще очень много. Чтобы всех понять, наверное, наверное, еще дня 4 уйдет. Вчера нашли портмонез с документами. Его сегодня будем скрывать. Аккуратно смотреть. Может проявиться имя. Потому что, ну, медальонов здесь нет. Это 39-й год. В общем, продолжаем работать. Следите за новостями на НТР. В здание суда в очередной раз поступило сообщение о минировании. На место съехались все экстренные службы города. Напомним, что подобные случаи повторяются завидной регулярностью. А самый первый был 31 мая. Как нам стало известно, за преступлением каждый раз стоят разные люди. По данному инциденту сейчас проводятся проверки. На данный момент суд работает в обычном режиме. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Камские поляны готовятся отметить свой 40-летний юбилей. Этот населенный пункт изначально планировали сделать атомной державой Татарстана. В 80-м году там начали возводить атомную электростанцию. Параллельно отстраивался поселок, который в будущем должен был стать закрытым городом с населением в 50 тысяч. Но этим планам не суждено было сбыться. Строительство АЭС заморозили. История Камполян в специальном репортаже Веры Муратовой. Сначала выровняли площадь, потом начали потихоньку возводить остальные все строительные объекты. Я приехал сюда в декабре 80-го года. Тогда Николаю Волошину было 40 лет. Он один из первых строителей, которых направили в Камские поляны возводить атомную электростанцию. Работа шла ударными темпами. Здесь должны были появиться реакторы мощностью 400 мегаватт. На большую стройку съехали специалисты со всего Советского Союза. Стране нужна была энергия. 90 институтов работало на эту площадку. Каждый по своему профилю. Вплоть до определения стоков воды со всех рычушек. Качество воды. Ну, все учтено до предела было. Но надеждам не суждено было сбыться. В 92-м после волны протестов руководство страны приняло решение заморозить объект. Все боялись печального повторения чернобыльской трагедии. Другого решения. Какие бы страсти не кипели, в республике не будет. Борис Николаевич Лин, не Борис Николаевич Лин. Сейчас, сейчас, сейчас. Вы поймите, я ведь за свои слова отвечаю. Я ведь и микрофон говорю. Во что хотите, значит. Я думаю, что Борис Николаевич прекрасно понимает эту обстановку также. Это единственная возможность. Лет семь объекты охранялись. В 2012 году полигон АЭС с административными корпусами и другими зданиями продали. К 40-летию поселка от исторической стройки практически ничего не осталось. Сейчас мы находимся у первого энергоблока. Когда было принято решение о заморозке строительства, пионеры стройки говорят, что оно было готово на 93%. Его уже должны были запустить через два года. Но сейчас нынешние реалии таковы. Это место превратилось в руины мечты строителей. Растащили охотники за металлом. Ну, на ваших глазах, наверное, все это разбиралось, да? Ну, да, тут периодически мы сюда приезжаем. Оно все уменьшалось. Тут же блоки стояли. Лабораторный, административный корпус стоял. Четыре блока стояли. Значит, 24 отметка, потом 12, потом 6. И уже на нулевой отметке только площадка была гранитная. Из гранитного щебня. Очень грустный пейзаж сзади нас. Сюда приехали люди строить, но не получилось. Александр Ерошин может рассказать не только об атомной станции. Мужчине удалось откопать интересные сведения о самом поселке. Например, первое упоминание о Камских полянах нашлось в церковной книге Старшишминска 18 века. В 1769 году сюда приезжал Калишан Рычков с Академии наук Российской империи, ну, там, с Петербурга. И он описывал здесь вот наши места. Ну, он тогда всю Казанскую губернию объезжал. К нам приехал он со стороны Амар, с той стороны Камы, и описывал вот гору, где был рудник. Там было два входа в рудник, и добывали руду. Эту руду отправляли в Берсуд, на медеполовинный завод. В его альбоме есть сведения о становлении рабочего поселка. Первая многоэтажка, школа и детский сад Орденчок. Построили детский сад. В 1985 году его открыли. Начали принимать в ноябре месяце детей. Первых детей. Очень тяжело было. Детей очень много. Родителей очень много. Садик маленький на 320 мест, а мы приняли 420 детей. Детей в Камских полянах много и сегодня. Для них созданы все условия. Современные детские и образовательные площадки. Различные кружки и секции. Поселок продолжает развиваться. Здесь есть уютные и красивые парки. Живописная природа. За последние 5 лет Камполяны преобразились до неузнаваемости. Посмотрите, у нас 3 парка. Такой маленький поселок. Три замечательных парка. Парк Победы, парк Молодежный и парк Оазис. Потом наш двор. Все дворы преображают. Просто все. Все снимают до земли. И все сделают. Все новое, все чистое. Современная какая-то технология. Раньше через бордюр надо было шагать. Не знаю, куда ногу поднимать. А теперь все на уровне. На следующей неделе Камские поляна отметят 40-летний юбилей. По этому случаю готовится праздничная программа, которая будет проходить на школьном бульваре. Это еще одно место, которое реконструировали ко дню рождения поселка. Вера Муратова, Илья Челноков. Новости НТР. Они были напечатаны еще при императоре Александре Третьем. Их прочитала не одна сотня людей. В Нижнекамск привезли старинные церковные книги. А вот где можно эти реликвии посмотреть, расскажет Анжелика Степанова. К пожелтевшим страницам праздничной имени Татьяна Одиногова прикасается с трепетом. Этой книге 150 лет. И в ней 900 страниц текста всех праздничных церковных служб. В Крященский храм Рождества Христова она попала из частной коллекции. Как и еще один старинный псалтырь. Вторая книга – это законучительный псалтырь. По этой книге учили в церковной школе детей разумению и божественному писанию. Как молиться и как читать псалтырь правильно. В Нижнекамск книги привезли члены национального конгресса татар из Москвы. Говорят, их поступок должен стать примером для нижнекамцев. Каждый может принести семейные церковные книги и иконы в храм. И тем самым повысить его значимость. Еще нет храма на самом деле. Есть стены, но его расписывают изнутри. Он еще не действует, еще основное здание. Но уже содержание храма. Есть уже там вот эти книги. Молва о них распространится сейчас по всей округе. И вот эти книги придадут этому храму значимость, уровень. Сейчас для перехожан доступны только две книги. Обе написаны на церковно-славянском языке. В будущем их планируют отреставрировать и передать в музей храма. Также в следующую свою поездку президент национального конгресса татар и тюркских народов пообещал привезти еще одну партию книг и иконы. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. В Нижнекамске завершилось строительство полилингвального комплекса Адымнар. Его сейчас готовят к открытию. Это пятая школа в республике, которая возводится по инициативе Шаймиева. В школе Адымнар строительные работы завершены полностью. Сейчас идет генеральная уборка. За год подрядчику удалось построить с нуля трехэтажный комплекс на 25 тысячах гектарах. На прошлой неделе был получен эксплуатацию. Документ передан как раз директор школы. В больших и светлых классах будут учиться 1224 ребенка. Сейчас как раз идет набор тех, кто желает в совершенстве владеть тремя языками. Подано заявление 525 и это с первого по седьмой класс. В первой классе мы набрали 100 детей. У нас остались вакансные места во вторых-седьмых классах. Педагогический состав укомплектован на 92%. Пока открыты вакансии учителей математики и начальных классов. Но смогли набрать кадры, которые будут работать с детьми на трех языках. Работа здесь будет отличаться тем, что мы здесь пьем предметы на трех языках. На русском, татарском и английском. Это первый опыт получается, поэтому надеемся на большой успех. Я очень рада, что попал именно в школу Адам Нар. Уже познакомилась с педагогическим составом. Очень опытные и очень хорошие учителя будут работать у нас. Помимо основной образовательной программы, учащиеся смогут ходить на кружки по французскому, арабскому, турецкому, немецкому и корейскому языкам. В планах повышения национального образования у нас планируется следующая работа. Это театр. На татарском языке мы планируем ставить пьесы для наших знаменитых писателей. В школе есть два бассейна, оборудованные кабинеты для уроков труда. На каждом этаже урны для раздельного сбора мусора. Наша школа работает по принципу школы полного дня. В том числе у нас есть и своя миссия. По-английски она звучит как «nurturing greatness». На русском воспитываем великое поколение. Помимо этого мы также выделяем три аспекта в нашей философии. Первый – это единый для всех Адам Нар путь к знаниям и согласию. Философия Адам Нар – это думающие дети, обучающиеся учителя и поддерживающие родители. Здесь уверены, только так можно воспитать достойное поколение. Ночной полив цветов. В Нижнекамске озеленители круглосуточно ухаживают за городскими клумбами. Причем в жаркие дни упор именно на вечернее орошение. Того требует технология. На полив вот такой клумбы у меня выходит 15 минут. И таких цветников на городских улицах сотни. Максим Емельянов – студент. На лето устроился на работу. Сам попросился на ночной полив. Родители поддержали. Смена с 9 вечера до часу ночи. Удобный график. Можно днем провести свое время, там все свои дела, а вечером вы поработали. Водитель контролирует мощность подачи воды. Важно не перелить и не затопить клумбу. Конкретно этой бригаде необходимо объехать еще несколько улиц. В ночь на полив городских клумб выезжают 4 такие поливальные машины. Например, у этого КамАЗа бочка вместимостью 10 кубометров. Этого объема хватит на полив двух небольших улиц, например, Вахитова и Гагарина. За ночь, за выезд, приходится иногда заправляться. Тем временем еще один автомобиль орошает клумбы на улице Шинников. Здесь водитель занимается этим самостоятельно. Улица Шинников у нас новая была совсем пустынная. В этом году мы здесь сделали более 5000 высадки единиц. То есть сюда и входят и деревья яблони, и кустарники, и многолетние цветы. То есть на следующий год здесь будет все очень красиво и ярко. Стоит ужасная жара, и поливать днем цветочники у нас нельзя, потому что они горят. Поэтому усилия мы делаем все-таки на ночной полив. Над озеленением городских улиц работает целый штат специалистов. Уход за клумбами ведут круглосуточно. Их труд мало заметен, но результат всегда на виду. Алмаскаша, Филия Челноков, Новости НТР. В ноябре власти города приняли решение о демонтаже ларьков и киосков. Главным аргументом в пользу того, чтобы они исчезли, был их неприглядный вид. А уже в июле они нестанционарные торговые объекты снова разрешили устанавливать на придомовых территориях. Почему сняли запрет, можно узнать в новом номере газеты «Нижниканская правда». Он уже в продаже. Приобрести можно в редакции газеты в здании НТР. Там же можно оформить подписку. В нашем материале мы рассказали не только о том, почему снят данный запрет, но также есть информация, сколько было демонтировано ларьков и киосков в городе с ноября месяца, а также сколько было выписано протоколов. Медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идет круглосуточная трансляция канала. Нижникамские собаководы обеспокоены состоянием площадки для выгула. За территорией никто не ухаживает. Сейчас хозяева сами раз в месяц устраивают субботники. Но самостоятельно им всех проблем не решить. Нужна помощь властей. Какая? Смотрите в сюжете далее. На эту площадку пятимесячную Эми водит каждый день. Здесь она знакомится с другими собаками и учит команды. Но сегодня основная нагрузка лежит на хозяйке. Вместе с другими собаководами она вышла на субботник. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. Тут бывают и другие люди ходят, которые абсолютно не собаководы, у которых абсолютно ничего нет. И они здесь мусорят, разбивают бутылки, что очень опасно как для собак, как для людей. Бывают дети здесь бегают. Разбитые бутылки не единственная опасность. За четыре года здесь появились глубокие ямы и сломался забор. А территорию освещает всего один фонарь. Состояние тренажеров хозяев тоже не устраивает. Ухаживать за площадкой некому, так как она не передана на баланс города. У нас некоторые тренажеры сделаны неправильно. Они должны быть или шире, или выше, чем качель наша. Или раскладная. То есть когда фиксируется высота тренажера для служебной собаки, для овчарки, она хорошо. Он может залезть и слезть. А обычные собаки, типа моего ротвеллера, им сложно такую высоту залезать. Поэтому тренажер должен, он как, раздвигаться. Так, высота должна регулироваться. В исполкоме нам ответили, обновлять оборудование в этом году не будут. Вопросом передачи площадки на баланс города сейчас занимаются. Однако конкретных сроков пока не называют. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Уже по доброй традиции в преддверии Дня строителя у Политехнического колледжа почтили память первостроителя города Евгения Королева. Участие в мероприятии приняли ветераны строительной отрасли. Ученики и сотрудники учебного заведения, названного его именем. Представители администрации. Завершился митинг возложением цветов к бюсту. Но сегодня нам, ветеранам стройки, что остается, удивляется, значит, и пожелает здоровья нынешним строителям. Вот год тому назад создали совет ветеранов строительства города и района Нижекамска. За год нами, советом, сделана огромная работа, можно сказать, в государственном масштабе. История длиною в 50 лет. Сегодня в библиотеке имени Тукая прошла презентация книги первостроителя. Среди первых, вступивших на Нижнекамскую землю, был молодой строитель Карим Валиулин. Он оставил в наследство дневники, которые он писал день за днем, стараясь не упустить самое важное. Почему судьба выбрала меня? Этим вопросом задавался Рамиль Хамедулович много лет спустя. Рассказы полны интересных фактов, личных впечатлений и размышлений. В 2016 году мы решили, что необходимо издать эти дневники. Я набирала одну тетрадь за другой и по электронке отправляла их к своей команде. Мы понимали, что если это не сделать сейчас, то дневники останутся просто в архиве. Несколько лет шли к этому. И вот небесная справедливость. Сегодня дневники принадлежат Нижнекамцам. Он каждый день строительство записывал, как приехал, как суровые условия были здесь. Все-таки приехали они зимой. С утра до вечера на работе. Видите ли, его редко. Так уж. Интересно у него, видимо, работа была, раз он постоянно там брал. И, может быть, такие потребности были, что постоянно надо как-то стройку вести. Нижнекамск. Пятикратный победитель России по BMX фристайлу, участник олимпийских игр, опробовал новую экстрим-площадку и показал, как правильно делать трюки на велосипеде. Сразу после Нижнекамска организаторы отправятся дальше по городам Татарстана. Везде одинаковая форма соревнований. За определенное время нужно сделать как можно больше правильно исполненных трюков, где у нас есть судья, который отмечает твою попытку. Сначала проходит квалификация, а потом уже финал. Ребята очень круто катаются на хорошем уровне. То есть для такой молодой площадки замечательно. Много молодежи с горящими глазами. Это самое главное. Сегодня Нижнекамск – это более 20 мастеров спорта международного класса, 6 заслуженных мастеров и свыше 200 мастеров спорта Российской Федерации. Многие из них стали почетными гостями на Дне физкультурника. Как прошел праздник, расскажет Денис Макаров. День физкультурника для Нижнекамска праздник особый. Город наш молодой и спортивный. На сегодняшний день более 130 тысяч жителей занимаются спортом. Причем от мала до велика. Мне вот на той неделе 74 года исполнилось, и я еще до сих пор усыпаю и бегаю. 80-кратная чемпионка по легкой атлетике России, призер чемпионатов мира и Европы. Смотреть на Валентину Кудряшову – одно удовольствие. Энергично, подтянуто и жизнелюбиво. На Дне физкультурника она и еще 139 спортсменов, ветеранов спорта и заслуженных работников в сфере физической культуры получили дипломы и медали. Тяжелая, очень тяжелая работа. Именно тренировать, когда ребенок приходит, ну просто никакой. И ты доводишь его до уровня России. То есть вот один из мальчиков у меня в спортной России с этого года. Сегодня здоровый образ жизни как никогда в тренде. А ведь все началось давно, в 1920 году. Тогда в России и прошли первые спартакиады. С тех пор правительство поняло, что задуманного курса нельзя сворачивать. Им нужно выносить спорт в массы. В Нижнекамске он уже давно стал массовым. На праздники горожане с удовольствием пробовали свои силы на различных площадках. Футбол, армрестлинг, игра в шахматы, перетягивание каната. Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР. Два дня до настоящего рок-безумия. В хорошем смысле этого слова. Рок-легенды на одной сцене с лучшими молодыми коллективами Татарстана и Поволжья. Фестиваль «Волга-Волга» впервые пройдет в Нижнекамске. Хедлайнерами станут братья грим, анимация и традиционная сама «Волга-Волга». В списке участников и две нижнекамские молодые команды «День надежды» и «Френд». Начало 14 сентября в 15.00 на площади Лимаева. Концерт будет идти 5 часов. Определились победители розыгрыша призов от хедлайнеров фестиваля. Пятеро гостей концерта смогут получить из рук братьев грим, анимации и лидера группы «Волга-Волга» Антона Солокаева именные призы. Кружки, диски с автографами. Онлайн-конкурс проводился в группе медиахолдинга НТР во ВКонтакте. Имена победителей – Варвара Кудрявцева, Егор Дюдерюшев, Алена Дерюшева, Лиссан Хайрулина и Альфия Шамсуварова. Ну а завтра на набережной Камы пройдет конкурс «Фестиваль вокалистов. Поющая волна. Начало в 16.00». Приглашаются все желающие. Далее вас ждет небольшая информация о погоде. Я же с вами прощаюсь. Позитивных вам выходных. В субботу, 13 августа, в Нижнекамске ожидается солнечная погода. Столбик термометра днем остановится на отметке плюс 25 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В воскресенье синоптики обещают солнечную погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»